Всем привет! С вами ИнформТВ. Сейчас рак по праву носит название чумы 21 века. Он лишил человечества многих артистов, которые были нам очень дороги. Вспомним тех звезд, которых не стало в 2019 году. Дарья Воскобоева. Она ушла из жизни в начале января 2019, ей было всего 38. Дарья, ставшая финалисткой битвы экстрасенсов в 17 сезоне, искусно скрывала поставленный медиками жуткий диагноз 2 года. Она постоянно сражалась с болезнью, не обращая внимания на самочувствие. Женщина продолжала оказывать помощь нуждающимся в ее даре людям. Она проводила семинары и мастер-классы. Помимо этого, продолжала сниматься в телевизионных шоу. О болезни этой одаренной женщины общественность узнала только лишь после ее кончины. Андрей Харитонов. Его не стало в июне 2019. Ему было 59. Еще жить и жить. Известность актер приобрел сразу же после дебюта в фильме «Овод». Там он получил главную роль. Многие его полюбили. После фильма «В следствие ведут знатоки», «Тайна черных дроздов», «Человек-невидимка», на углу патриарших. Примерно за пять лет до своего ухода Харитонов перестал сниматься в кино. Причиной тому послужила зависимость актера от спиртного. Впоследствии Андрею перестали даже предлагать роли. Ходили даже слухи, что его увольняли из театра из-за алкогольной зависимости, потому что он не мог выходить на сцену в трезвом виде. Не стало Андрея Игоревича из-за рака желудка, с которым он храбро сражался в течение последних нескольких лет своей жизни. Джемма Осмоловская. Ее не стало в июле 2019-го. Прожила она 80 лет. Начала сражаться с онкологией она еще в 2017-м. О болезни актрисы сообщил ее нынешний муж, актер Петр Подъяпольский. Он рассказал, в каких неблагоприятных условиях живет вместе с супругой, бывшей женой актера Леонида Харитонова. Выяснилось, что пара живет в нищете. От государства и театра помощи ждать не приходится. Пенсия целиком уходит на лекарство. Даже Алексей, сын от брака с Харитоновым, не оказывает матери помощи, поскольку на нее обижен. Ведь Джемма не разрешала сыну общаться со своим отцом. В течение последних месяцев жизни Осмоловская сильно похудела. Она не выходила из дома. Более того, не могла даже подняться с постели. До последнего дня рядом с актрисой находился любимый муж. Он прилагал максимум усилий, чтобы хоть немного облегчить ее судьбу. Вилли Токарев. Он простился с жизнью в августе 2019-го. Великому певцу было 84. Его не зря считают наиболее известным исполнителем шансона. Но он популярен не только среди российских слушателей. Его слава прогремела далеко за пределами родной страны. В частности, он стал широко известен среди русскоговорящих эмигрантов в США. Благодаря своим хитам «Журавли», «А жизнь всегда прекрасна» и «Непоскребы», Вилли три года сряду становился лауреатом музыкальной награды «Шансон года». Тем не менее, лишь после ухода исполнителя из жизни всплыла информация о том, что он был тяжело болен. У него был рак простаты. И последняя героиня нашего видео – Евгения Жарикова. Она скончалась в октябре 2019-го, а ей было всего 39. У жены капитана известной команды КВН Сергея Жарикова была обнаружена саркома желудка. К сожалению, о болезни женщина узнала слишком поздно, когда недуг достиг уже четвертой неоперабельной стадии. Это те знаменитости, которые скончались в прошлом году. Но в общей сложности рак унес очень много известных людей – Жанну Фриске, Богдана Ступку, Любовь Орлову, Олега Янковского, Любовь Полищук, Клару Румянову и многих, многих других талантливых и любимых всеми артистов. Кого еще мы забыли указать в нашем видео? Пишите в комментариях. Если вы тоже помните этих прекрасных людей, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Удачи!